Сесть за руль после большого перерыва для многих это проблема. Региональное управление госавтоинспекции совместно с ДОСААФ вновь открывает курсы для водителей-пенсионеров. Там они могут освежить в памяти правила, узнать нововведения, обновить водительские навыки, а также получить медицинскую консультацию. С теми, кто садится за парты после 60-ти, познакомилась Юлия Олейникова. Автомобильные права Людмила Киенец получила больше двух лет назад, но машину водит гораздо меньше. Надеется, что курсы добавят ей уверенности за рулем. Я живу в селе Нижний Ольшанец, это 5-6 километров до Разумного. Там съездить в поликлинику или к внукам съездить. В сельсовет могу съездить, крутой лог. А вот именно в Белгород я боюсь, и у меня нет уверенности. В общем, чтобы получить уверенность, чтобы на практике посмотрели, на что обратить внимание. Занятия в автошколе ДОСААФ начинаются с теории. Разъясняются изменения в правилах, внесенные за последнее время. К примеру, что касается пешеходных переходов и велосипедистов на дороге. Только после этого с водителями составляется график индивидуальных практических занятий. Слушатели оплачивают только топливо. Все остальное берет на себя автошкола. Строим занятия таким образом, чтобы люди могли проехать по тому маршруту, по которому они наиболее часто ездят, и там, где испытывают трудности. Как показывает практика, это в основном вопросы проезда круговых движений. Это в основном вопросы движений по центру города, там, где достаточно напряженно все сейчас становится. Чтобы чувствовать себя за рулем спокойно, водителям столь солидного возраста, нужно быть уверенным не только в своих знаниях, но и в здоровье. А потому главный совет от медработников. Ни в коем случае не садиться в водительское кресло после приема нового лекарства. Если вам назначили лекарство, вы никогда его не принимали, и собираетесь принимать первый раз. Даже любое, оно безобидное, противопоказаний никаких нет. Но, если вы собрались ехать в поездку, препарат принимать нельзя. Потому что действие препарата непредсказуемо. Не исключены и стрессовые ситуации на дороге. Как с ними справиться, советует медицинский психолог. По возможности, в первую очередь, лучше остановиться, не принимать ответственных решений. И, как бы банально ни звучало, сделать глубокий вдох и выдох. Давайте все вместе. Раз, два, три. Вдыхаем. Выдыхаем. Помочь адаптироваться и снова выехать на трассу водителям-пенсионерам помогают пятый год подряд. Мы видим, что определенный процент, процентов 15-20, это те люди, которые уже ранее принимали участие в наших курсах. И те, которые с теплотой и целесообразностью дальнейшего их проведения отзываются. Третий раз это прихожу на занятия. Почему они нравятся? Потому что очень толковые, грамотные преподаватели. Очень доходчиво и грамотно объясняют. Только в Белгороде на специализированные курсы записалось больше 20 желающих. По области в отделениях ДСААФ таких учеников наберется больше сотни. Юлия Оленикова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья. Новости Мира Белогорья.